Валерий Курас Сегодня я должен вас приобщить к совершенно новому направлению в сочетании искусств. Мы находимся в Виски Румс, где, как понятно, огромный выбор виски. Но в то же время мы выбрали это место для того, чтобы объявить об очень важном событии, которое произойдет не в Виски Румс, а в консерватории, которая находится тут рядом, с Леонтьевским 8. А что там произойдет, я вам сейчас в двух словах объясню. Там будет концерт 23-го числа, в котором будет исполнять очень интересные произведения Кирилл Прокопов. О том, что он будет исполнять, он расскажет сам. Уважаемые слушатели, дорогие друзья, я с большим удовольствием приглашаю вас 23-го октября в 19.00 в Малый зал Московской консерватории на сольный концерт. Будет два отделения. В первом прозвучат Бах и Шуман. О втором отделении я расскажу немножко поподробнее и надеюсь вас заинтриговать. Итак, во втором отделении прозвучит нежный, любимый мной Мэттнер. А также сочинение композитора, которые, насколько я знаю, еще не исполнялись прежде. Эти пьесы изящные, мелодичные, со вкусом гармонизованные и совершенно, на мой взгляд, несправедливо не исполнявшиеся прежде. Ну, про секретного сочинителя должен сказать я, потому что вся идея выросла из того, что я исследовал мозг этого сочинителя. В том смысле, что такая проверочка, знаете, некоторые сочинители оказываются на самом-то деле или плагиаторами, или бездрями. А для того, чтобы сочинитель был настоящим, надо посмотреть его мозг, ну, хотя бы после смерти. Так вот, у этого нашего секретного композитора на самом деле мозг уникальный. Он настолько уникально приспособлен к сочинению музыку, то есть те центры, которые определяют музыкальные способности гениального человека, настолько выражены, что в самом начале исследования его мозга это даже замалчивали, боялись об этом говорить. Слишком велика разница среднестатистическим человеком. Поэтому в этом концерте, даже скажу там свои три слова и я, поскольку концерт уникальный, композитор впервые представляется на российской сцене за много-много-много лет, и мне кажется, это будет интересно, потому что вы сможете познакомиться с редким сочетанием знаний как его мозга, так и высокохудожественных произведений, которые будут исполнены в этом же представлении. Я еще хотел немножко дополнить, что все эти произведения одинаково хороши, но главным таким украшением программы станет произведение для фортепиано и скрипки, которое выделяется еще более ярким гармоническим нарядом из всех. Поэтому мы приглашаем вас разделить радость этого открытия вместе с нами. Так, 23 октября, Малый зал консерватории, Бах, Шуман, Мэттнер и кое-кто еще. Да, и этот «Кое-кто еще» написал такое замечательное произведение для игры на фортепиано в четыре руки. Как вы понимаете, у Кирилла Прокопова их достаточно, что он, собственно говоря, и сделал. Поэтому сейчас после нашей записи вы сможете познакомиться с этим шедевром и заодно оценить самого господина сочинителя. На этом до свидания. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА